Всем огромный привет! Сегодня мы приготовим очень быстрый вкусный ужин, который называется два в одном. Он готовится очень легко и просто. Минимум занимает ваше время, потому что все за нас сделает духовка. Нам остается только намариновать курицу и сложить все на противень. Что нам понадобится для этого ужина? Можно взять курицу, мясо или даже рыбу. Курицу, гречневая каша, у меня один стакан, репчатый лук, морковка. Для курицы нам понадобится сметана, соевый соус, соль, перец по вкусу и я возьму куркуму. Куркума мне очень нравится, вы можете взять любую приправу по вашему вкусу. Давайте вначале займемся курицей. Ее надо намариновать. Для этого мы сделаем соус. Курицу я помыла, кожу верхнюю у меня бедра. Я кожу верхнюю снимать не буду. Для этого блюда кожу лучше оставить. Если кому-то не нравится, можете кожу убрать. В принципе, это не принципиально. Делаем вкусный маринад для курицы. Я беру 2 столовые ложки сметаны. У меня примерно грамм 700 бедер. Добавляю сюда по вкусу черный молотый перец. У меня 4 перца, вы можете взять самый обычный. Я люблю поострее. Добавляю также сюда куркуму. Курица очень куркуму любит. Вы добавьте любые свои приправы любимые, которые вы любите. Вот так совсем чуть-чуть. Куркума придаст еще цвет нашей курочке. И сюда же в маринад добавляю совсем немного соевого соуса. Попробуйте обязательно маринад на вкус. Кому будет соли не хватать, то обязательно подсолите. Но в принципе, для маринада я солить не буду, потому что мы еще гречку будем подсаливать. Вот такой у нас получился вкусный маринад. Заливаем нашу курочку. Делаем ей такой своеобразный массажик, чтобы каждая часть курочки у нас была замаринована. И оставляем примерно где-то минут на 20-30, чтобы наша курочка пропиталась ароматами и специями. А пока займемся овощами. Натираем морковку на крупную терку. Нарезаем репчатый лук полукольцами. Гречку обязательно очень хорошо промываем. Посмотрите, какая грязная вода. Промываем гречку несколько раз. Обязательно не забудьте ее промыть. Наливаем в сковородку немного растительного масла. И отправляем нашу замаринованную курицу, вот так я кожей вниз, обжариваться буквально на несколько минут. Не надо ее доводить до готовности, буквально чтобы появилась такая золотистая корочка. Как бы запечатаем нашу курочку. На стакан гречки беру 2,5 стакана воды. Вода у меня горячая. Обязательно по вкусу все надо посолить. Берем глубокий противень. Наливаю сюда немного растительного масла. Можно использовать сливочное. И выливаем сюда нашу гречку. Добавляю сюда натертую на крупной терке морковку. Я люблю побольше. И выкладываем сверху нашу хорошо обжаренную курочку. Накрываем все фольгой. И отправляю все в духовку на 1 час на 180 градусов. Через 40 минут я сниму уже фольгу и дам курочке подзолотиться. Снимаем фольгу и даю постоять еще буквально минут 15-20. Вот так у нас уже все приготовилось. В сковородке, в которой у нас жарилась курица, обжариваем лук. До золотистого цвета. Ну и вот такая великолепная курочка с гречкой на гарнир у нас получилась. Гречка получилась очень рассыпчатая. Хочу вам просто показать. Все приготовилось. Я сейчас немножко вот так размешаю гречку с морковкой. Дополняем наш ужин жареным луком. И, конечно же, свежей зеленью. Ну и вот такой очень быстрый вкусный ужин. Два в одном получилось. Делается все очень быстро и просто. И, я думаю, никто не откажется от такой вкусной курочки с ароматной гречкой. Кому понравился мой рецепт, обязательно подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные видео. Также жду вас всех в группе ВКонтакте. Делитесь моим рецептом со своими друзьями и родственниками. Подписывайтесь на второй канал, чтобы не пропускать новые видео о покупках. Всем огромное спасибо. До свидания и пока! Субтитры сделал DimaTorzok